Вера в единого Бога Творца Всезержителя, Создателя неба и земли, видимого всего и невидимого, позволяет понять, почему наука в современном значении этого слова, та, что изучает, открывает законы природы, выражая их математическими формулами, зародилась именно в христианской Европе, а не в каком-либо другом месте. На протяжении истории существовало множество цивилизаций – египетская, шумерская, китайская, майя и прочее. Многие из них достигали поразительно высокого уровня развития медицины, математики, астрономии. Они составляли календари, точность которых по сей день вызывает изумление. Почему же при таком количестве накопленных знаний они так и не создали науку как таковую? Почему они не достигли существенного технологического прогресса, подобного европейской научно-технической революции? Ответ очевиден – все эти цивилизации были языческими. Они не верили в единого законодателя и потому не предполагали необходимости изучать установленные им законы. Но кто станет изучать то, чего не просто, согласно его убеждениям, не существует, а о чем он даже не имеет представления? Язычники не занимались изучением законов природы, поскольку не догадывались об их существовании. Они лишь отмечали периодичность того, как небесные тела движутся примерно по одинаковым траекториям, и для календарных нужд, в первую очередь связанных с сельскохозяйственными циклами, этого было вполне достаточно. Ну, кого могло, скажем, смутить то, что Марс движется не совсем так, как ожидалось бы? Ведь Марс – он же бог, куда хочет, туда и ходит. Наше дело – смотреть и делать выводы, докладывая об этом правителю. Уклонился, скажем, Марс в одну сторону – жди засухи, голода и прочих бедствий, ну, либо плати больше жрецам, чтобы те его умилостивили жертвоприношениями. Уклонился Марс в другую сторону – это чревато наводнениями или нашествиями саранчи, но рецепт для избавления тот же – плати жрецам. А уж если он развернулся и пошел в обратную сторону – это так называемое ретроградное движение Марса, тут уж на жрецах и вовсе разориться придется. Жрецы, те всегда в прибытке, требуют же от Марса подчинения кем-либо законам безумия. Не стоит гневить богов. В языческих цивилизациях естествоиспытатели изучали лишь природу вещей, то есть непосредственно наблюдаемые свойства исследуемых объектов. Для возникновения науки этого было недостаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова